С 25 января в области проходит первый этап единого национального тестирования. Продлится он до 22 февраля. Экзамен можно пройти в Петропавловске на базе ОЦТДЮ и в районе имени Габита Мусрепова. Выпускники сами выбирают место и дату сдачи. На сегодняшний день уже 826 человек приняли участие в тестировании. В этом году в регионе насчитывается 3368 выпускников. 53,5% из них подали заявки на участие в ЕНТ. Специалисты отмечают, с января 2022 года в тестировании есть изменения. Как примеры, при каждом входе в систему происходит авторизация лица тестируемого через фронтальные камеры, установленные на компьютере. Детям-инвалидам-инвалидам отводится дополнительно 40 минут на тестирование. При подаче заявления в электронном формате на сайт Национального центра тестирования они прикрепляют документы об инвалидности и Национальный центр определяет, увеличить им время или нет. Также дополнительно 5 минут на тестирование добавлено выпускникам, которые поступают на творческие специальности. В прошлом году было 65 минут на тестирование, в этом году 70 минут. Формат ЕНТ не изменился. Всего 120 заданий. По 15 вопросов на два обязательных предмета. Математическую грамотность и историю Казахстана. Еще 20 на грамотность чтения. И по 35 вопросов по двум профильным предметам. Я из Саисельского района, третья школа. Именно Айган Шажимбаева. Я сдаю профильные предметы, английский язык и всемирную историю. Хотела бы на учителя английского языка. Я пришла сюда. Ну, как сказать, это мой непробный. Я по-настоящему готовилась, хочу сдать. Хотелось бы, конечно, на грант, но это уже как пойдет, как сдам. За происходящим на экзамене следит комиссия, в состав которой в этом году вошли представители областного филиала Республиканского общественного объединения «Адальдык Жолэ». Они следят за прозрачностью процесса, выявляют различные нарушения. Так, например, из 826 человек, уже прошедших тестирование, четверо были удалены. Было выявлено четыре нарушения. Все, из чем было проведено удаление. Получается, за сотовые телефоны. И один был удален за шпаргалку, которую он написал на медицинской маске. Вот на такие вот ухищрения у нас идут наши выпускники. Нет, чтобы заниматься самообразованием. Поэтому, ну, в любом случае, я считаю, вот по данным, все-таки наша Северо-Казахстанская область считается одной из таких, где один из самых высоких процентов успеваемости. Стоит отметить, что изменилась и стоимость пробного тестирования. На первом этапе желающие проверить свои знания заплатили 5640 тенге. Анастасия Дроняк, Олег Косинов, Служба новостей.